друзья всем огромный привет это новый выпускник фанаты и сегодня нас в гостях наиль умяров друзья это новый формат на нашем канале поэтому название моему еще не придумали короче мы будем снимать с игроками выпуски аля интервью где будем общаться с нашими ребятами и узнавать их поподробнее как они живут как они пришли спартак как у них вообще протекает жизнь это будут нестандартные выпуски поэтому подготовьте свои жирные лайки пальцы вверх чтобы нас поддержать это начинание поэтому небольшой конкурс накидайте в комментарии название этого формата мы выберем победителя возможно проголосуем из нескольких вариантов и победил отправим две тысячи рублей на карту ну что наиль умяров дневник фанатам родной стадион наш стадион спартак но мы почему делаем мы начинаем наиль наконец-то мы встретились да уже часто встречаемся хорошая традиция продолжать поговорим сегодня о тебе потому что много есть интервью с тобой но в таком видео формате я честно меня особо не встречал плюс наш проект он всегда ставился тем что мы отходим от неких шаблонов и нам было бы интересно поговорить с тобой и показать нашим фанатам какой-то человек вне поля и что у тебя вообще в душе находится наиль ты сам родом из сызрани нам же ты начинал играть за команду сызрани потом ты перешел в академию коноплева далее я знаю у тебя был привет спартак а потом ты вернулся в две недельки в академии потом опять спартаке расскажи что ты начал вообще заниматься футболом как ты к этому пришел и эту свою небольшую карьеру до спартака начал конечно да ты правильно сказал сызрани еще начал с отцом он занимался раньше зимой хоккей и летом футбол поэтому он поддерживал поддерживал этот этот ритм и получается всегда когда он был там на футбольных матчах на футбольных тренировках мы с детьми всегда там маленькие пинали мячики но я всегда был один из таких самых младших двух с трех лет уже вовсе угонял и в пять лет он отдал меня к своему тренеру виталью захарычу вечки но сейчас уже его нет с нами безумным благодарен потому что мне было тогда пять лет я занимался с ребятами семи восьми года-года-года-годами поэтому ну поначалу футбол то благодаря ну вообще мама мама мне до сих пор рассказывает что когда я был еще в животе это постоянно пинался 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 только там чуть ли не засыпал первые первые дни или не с мячиком засыпал поэтому ну да прям с самого рождения после сызрани как поступило предложение академику на плева знаем там яркий пример рома зубнин также оттуда кану сызрани это получается сколько 40 минутам для тольятти там около часа это в москве там около часа это нормально тогда было довольно таки далеко но родители меня давно во первых звали и только там 2009 9 лет мне было и я попал на первый турнир туда получается я просто приезжал на турниры без тренировок без проживания без всего просто на турниры приезжал и уже там со временем начал перед турнирами оставаться на базе тренироваться и уже полноценность команды был это сколько продлилось около года вот ровно я был в академии как раз вместе с академии слетал на турнир в москву и как раз тебе занятили мама я приехал в спартак еще на это была такая мини база это мало мало народу конечно базировалась но это как просмотровый такое место было и сразу же мне сказали что оставляют но жить было негде потому что интернат только строился тогда там через пару лет он и мне сказали остаться там в квартире с ребятами там на три на четыре года старше и конечно родители были против да сильно расстроился ну да потому что спартак был такой наверное остается ну конечно в то время для меня до мечта мечта была такая что ну конечно хотелось раз в этот же момент на нас вышел николай юрьевич с родителями они уже созванивались они предложили не меня посмотреть чтобы я посмотрел их базу их и их клуб их стадион и сам принял решение но да и получается в 2010 году я приехал как раз на две недели и ну мы остались у меня и маму взяли как врача в интернат да вы с тех пор остались да потом да потом сначала жили как раз интернате на ну в академии и уже потом сняли квартиру уже приехал отец и там вскоре брат проговорили про чертанова собственно мы не можем пройти мимо темы николая ларина лично я узнаю сейчас идут судебные разбирательства правильно с ним да он ну по большому счету тот человек который только тебя на и многим ребятам . это не религи том числе спартаке дал вам по сути билет своим подходом больно жить своей человечностью не только футбольным сейчас вы едете по моему на насос на себе да как вообще происходит там ситуации как все как вы сейчас николай в каком расположении духа что там ну сейчас на самом деле он вот так пободрее стал первое время промо тяжело было мне смотреть общаясь с ним прям тяжело было понимать что такой такой сильный человек может так такие слабые моменты допускать себе и но надеюсь что вот этот заряд уверенности в нем час и бодрости продолжится и все станет на свои места и как говорится добро повезет зло но у него получается заседание пользу защиты чем там несколько заседаний он зовет несколько игроков нет несколько сотрудников чертанова чтобы ну как свидетелей как зрителей потому что но в любом случае для судьи это важно мы в свою очередь желаем николаю разобраться с этой ситуацией чтобы в общем справедливость восторжествовала передаем привет огромный все будет хорошо в любом случае кто сильнее тут убрать она или говоря и дальше про чертанова про воспитных сейчас нашей команде строе можно сказать воспитанник щита на прутся в ковске и умер скажи пожалуйста как вы сейчас себя ведете в команде держится ли в троем или у тебя может быть есть какой-то там лучший друг в команде потому что забегу наперед ты приходил с душенковым к сожалению не заиграл максим и сейчас он опять уехал с команды ну в плане максима до глушенкова получилось так что спартак тяжелый клуб не чтобы спокойно так заиграть но ему это не удалось мне как раз пытался он несколько раз шансы получал ну так так распорядила сюда футбольная что касается прутся в день ковского ну я говорю с прутся 14 лет 13 вместе играем была такая тема из-за никогда себя в бригаде и такие сели когда втроем оказались и вниз на парке вот он зимой пришел в любом случае ему намного легче было адаптироваться в команде потому что то в то же время и я как-то помог наверное ты уже просто да и и там да и я больше там общался с другими и он как-то уже в эту в эту колею вписался прям легко то же самое и зина ну зима в любом случае знал и многих да да там прихода в спартак и просто это помогло ему быстро быстро окрепнуть сейчас у зиньковского есть ближайшее время шанс как ты думаешь мы не говорим как решит тренеру ты зная его достаточно давно и мы едили когда за самару когда он уже покажет по тренировкам прям видно как он как он хочет как он старается он там у миша миша и зина как раз несколько раз оставались после тренировок но там на следующий ну там обед был у нас тренировка обед и они оставались еще после получается игр когда у нас игры были на что играл на следующий день до несколько несколько человек оставался и вот как раз дина и миша были одними из тех кто оставался и поэтому это это показывает то как как они хотят как они же желают то то место чтобы показать все все что у них про то как вы знаете у нас теперь новые друзья это букмекерская компания винлайн винлайн это крупнейший легальный букмекер партнер фратрии спартака а также российской премьер-лиги в винлайн очень много крутых фишек и событий так что скучно с ними точно не будет так и вместе с нами будет еще веселее про два поэтому если вы еще не свинлайна поэтому ловите ссылку в закрепленном комментарии регистрируйтесь при регистрации вы получаете самый большой честный без условий депозитов фрибет до 10 тысяч рублей в общем виллайн огромный вам привет спасибо что вписались теперь в нашу историю ну что надеюсь выпуск вам нравится ссылка внизу ну а мы идем дальше многие прям вот фанатские движения бойкотируют практически все да почему спартак бойкотирует остальные не остальные тоже бы котирует но кто мы надзем мы начали зимы ну как бы то есть первой зенит вообще написали объяву что мы там тебе против фанайде и так далее мы сразу перестали бы к мы сразу приставить на футбол вот с начала этого года сначала и все остальные как бы ходили то есть с 1 июня как закон вступил уже в силу остальные перестали ходить кони перестали хозяу и живой зит пока ходит по зениту тоже там много было разногласий и в том числе и у них короче в движухе ну вот они пока ходят какие-то эти ходят какие-то нет но у них как у типа аля у нас за там другой трибуны кто то есть а фанатская трибуна пустая то есть активных фанатов нет динамо перестала ходить локомотив торпеда вышли пример лигу спустя сколько времени и парни сразу говорят мы типа в бойкоте факел воронежским они были в краснодаре они были в грозном и короче матч динам у них был домашний это вообще чуму сделали кстати парням всем привет ты снимаешь эту тему но и сейчас они тоже перестали ходить давай покажешь тему это обсуждаем сразу тебя спрошу ты застала спартак с фанатами и сейчас застал спартак без активных фанатов сделаем пометку потому что сейчас найдутся умники кто будет писать чтобы фаната есть на стадионе активный фанат так назовем с трибуны север сейчас нас нет как что для тебя болельщики на трибуне есть и когда их нет активно прежде всего мне кажется это эмоции для всех и для приходящих вот на просто на обычную семейную трибуну и для болельщиков и для игроков в первую очередь и для тренеров персонала для всех болельщики но это часть футбола это то же самое ну как как по мне это неотъемлемая часть потому что наравне там с игроками с тренерами с судьями просто но если болельщиков убрать это наверно какое-то театральное такое ну и понятное дело что там фанаты да это хоть не ходят болельщики обычные ну просто этот тяжело сравнить короче говорите своими именами то есть болельщики я понимаю чем ты хочешь сказать этот ничего какой-то болельщики то приходит на центральную трибуну я сам когда начинал ходить еще совсем маленький не папа приводил стран трибуна для того чтобы быть футбол периодически что-то крикнуть там что-то там на игроков там их матрина эмоции во время игры ты в любом случае не не издаешь такие которые издают активных она такова жизнь надеюсь что все-таки эта вся история я уверен что каждый из команды скажет это очень приятно на им красавчик это уже жирный лайк летит сразу прямиком под этим выпуском на или но раз уже по спартак начали говорить твой дебют в составе спартака ты вышел на замену против дениса глушакова матчи зиме местами до места достаточно символично это получилось не ходу ничего про эту тему говорить но в итоге ты спартаке денис нет твои первые чувства кота вышел именно на саму игру то есть сам мачка давлился вроде бы такое значимое событие но на самом деле все эмоции как-то не успела ощутить потому что там было оставано на 70 какой-то 8 что носить но около восьмидесятой минуты вышел счет был 11 и вот я даже сам вот после после матча полетела как раз сборную прям в этот же день я вот летел и я думал блин а вот какие эмоции я испытал я же даже не успел как не успел прочувствовать да это все и ну в любом случае когда ты когда я вот я вышел я как вышел как ну не знаю как вот какое-то представление каком-то фильме в каком-то сериале не знаю такие ощущения были вау и хотелось быть везде быть там тут там и как-то не думал о тома установки какой-то игре просто хотелось быть как-то помочь прям по максимуму можно ли сравнить эмоции твоего первого голоса спартак с локомотивом с эмоциями этого первого выхода вообще разная тема тоже такого опыт не добыл гол конечно нуждал и ну прям стремился к этому когда забил у меня такое как одну галочку закрыл сейчас эти какие-то они список желаний хочется продолжать любом случае хочется продолжать и отдавать но это самое приятное забивайте том отдавать и билевые сам приятные друзья давайте пожелаем общем на или чтобы он в этом сезоне я сделаю ставку мы парня азартное мы любим вас моему другому василием делать ставки я ставлю что она или в этом сезоне учитывая что спантак будет чемпионом ну давай возьму тотал больше 4 с половиной в этом году давая length с половиной 3 с половиной давай трех с половиной коэффициент какой будет на это событие я думаю 22 ну куда 22 мы верим мы верим 22 если верить 22 коэффициент поэтому друзья на и мы тебе желаем в этом сезоне удачи пробить total и друзья от вас жирный лайк но мы идем дальше на или ты достаточно молодой парень у тебя уже есть жена да сейчас много молодых футбиков постоянно чем-то увлечены кого-то там музыка у кого-то приставки постоянно у кого-то контр-страйки там медиафутбол сейчас скажи ты как молодой жених не мешает если тебе во первых увлечения и не мешает ли тебе футбол строить вот начало так скажем вашей жизни в ролика наоборот мне кажется помогает да все все увлечения у нас вместе то что не сидишь на вечер они за приставлену бывает могу там часик полтора на меня контролирует отбой это понятно дело не контролирует плане типа там даже если часов 6 до 7 до 7 30 поиграю потом давай посмотрим что нибудь ну самое главное что у вас все шло в горочку елочку поэтому жене твои огромные как зовут его алина алина привет тебе от всей братвы и возможно в комментариях тебе должен привет скажет какая ты молодец что поддерживаешь на или а ты молодец поддерживаешь и я в общем а медиа лига сейчас новый тренд ну как новый он для многих потому что раньше за короче кто в теме тот в теме сейчас это все начало набрать большие обороты и большую популярность и уже как-то многие стали говорить ну вот это медиа лига уже играют профики они медийщики вы не хотели заходить брата не знаю пока не знаю скажи мне твое отношение к медиа лиги я знаю ты приезжал на матчем файл и первого сезона что ты вообще думаешь по этому поводу молодцы парни супер что так развивается прежде всего футбол люди смотрят людям интересно и те кто этим занимается делают шоу поэтому но мне лично интересно смотреть не знаю у всех всех конечно разное видение этого но мне лично интерес на искусственное побегали колени поломать как ты думаешь не может ли медиа лига ближайшем будущем начать бить интерес молодых пацанов к взрослому я думаю что медиа лига может помочь тем же сейчас молодому тому же молодому поколению возобновить интерес к футболу но лично мое мнение сейчас мне кажется вот там последние пять-семь лет какое-то какая-то пропасть произошла в плане там детей с этими с появлением этих гаджетов там 10 лет уже отправили 10 10 вопрос 10 лет назад там не было там 11 лет и я и этого этого еще не было ничего ну это поэтому ну хочется вернуть детей на площадке на коробке на дворе опустили очень сильно на самом деле это факт это большинство типа блин раньше там вспомним там даже мое детство твое детство после школы во двор футбик там зимой хоккей с утра до вечера тебя могу сказать что мы все-то на тренировались с утра и вечером на коробке постоянно были это правильно до 17 до 16 лет за кого топишь на любимую команду не делили давай были брок были бей 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 не берем не брать бей бей бро уроки до нравится золки тут рот сам калкей ну за всеми интерес вот я лично за тремя командами слежу брокки и деливающих привлекает молодых парней которые возможно не закрепились свое время а также привлекает очень много знакомых там играть взрослых футболистов вот первый вопрос меди лига может ли дать второй шанс пацанам кто-то моля 25 может быть лет 23 25 пробиться снова какие-то клубы фанел пример лиги хотя уже таким такие примеры были после первого сезона и второй вопрос нужно ли в медиа лигу привлекать известных футболистов которые раньше играли там за спартак за цска по поводу второго шанса это только поймем мы через там пару-тройку лет потому что но сейчас тяжело сказать да там многие играют и молодые которые не закрепились на в академиях в дублях во вторых лигах по поводу старичков то ну мне кажется это прикольная тема которую ввели как раз мне кажется брокки с тем же давыдовым диаковом диаковом это интересно и сейчас как раз ещенко бурлак это играет это это мы посмотрим да еще эта тема есть будущее я я считаю что да напишите вы в коментах что думаете если будущее медиалиги и интересные вам вообще эта тема на днях ты был у нас в магазине во фраторе shop на фотограф сессии это первого такая первая у тебя была история в твоей карьере футбольной прийти на автограф сессию в таком формате такая большая да в любом случае на стадионе такие перед перед играми когда травмы были ну там тридцать-сорок минут такая прям масштабная двадцать часа это первое парни посчитали тысячи человек прошло тысячи человек это было на самом деле серьезно пусть ты всю автограф сессию стоял до совсем не общался и да нет на самом деле это ну все достаточно быстро так произошло и как не заметил даже тех двух с половиной часов и того момент что я стоял поэтому все все приятно все быстро спасибо тебе за то что приехал делю время собственно если зиньковский в этом сезоне заиграет спартаке то следующий пойдет он так нам если мы берем в рамках москве данного да я уверен что он скоро будет у вас короче эстафету передаем зиньков скому посмотришь обязательно готовься на или был подготовлен вчера друзья этот выпуск подошел к концу формат вы как уже поняли должны придумать название точнее этого формата этой серии этих видеороликов наил привез нам игровую футболку сейчас имитирую на лимитировать большая редкость пока волгерест не привез еще контейнер москву с найки поэтому ребят вы можете стать обладателем этого эксклюзива давай условия проговорим ребят смотрите на или есть телеграм-канал давайте подписаться на мой телеграм и на ваш телеграм давай мы выкладываем эту футболку на и туда сделаем репост все правильно поэтому следим за новостями телеграм-канал на или вот прям перед вашими глазами наш телеграм также перед вашими глазами на днях мы выложим эту футболку на розыгрыш условия быть подписан на на или и на нас но и все остальные условия уже видите увидите соответственно в телеге в этой новости спасибо вам спасибо может быть есть что сказать напоследок да что хочется пожелать скорейшего возвращения болельщик на трибуны надеюсь это произойдет как можно скорее и давайте все вместе идти к нашей цели закрываем наши фишки